Многие, кто из вас помнит вкус советского хлеба, с уверенностью могут сказать, что нынешний хлеб вообще ни в какое сравнение с советским не идёт. И действительно, в СССР хлеб был намного вкуснее. С уверенностью можно сказать, что тот хлеб, который сейчас продаётся намного худшего качества, он быстрее плесневеет, а также быстро черствеет. Так почему же советский хлеб был намного лучше? В чём секрет? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Качественный советский хлеб делали примерно до конца 80-х годов, и он был действительно очень вкусным и качественным. Так что же случилось? Почему хлеб стал не такой вкусный? Всё дело в самом обычном изменении ГОСТов, которые как раз и выпали на конец 80-х. В СССР стандарты в плане мучной продукции были намного строже, да и придерживались их практически всегда, не говоря о том, что происходит в наше время. А вот современные ГОСТы специально сделали намного проще, так как если стандарт сложный, значит и производство становится намного дороже. А вот отсюда и все вытекающие. Сложный стандарт будет давать меньшую прибыль. Также стоит отметить, что в последнее время очень просели стандарты в плане использования муки. В основном для его производства берут не очень качественную муку, а именно 4-го и 5-го классов, которая содержит низкий уровень клейковины. Это такое вещество, которое отвечает за упругость хлеба, а также за возможность длительного его хранения. Например, в Советском Союзе самый худший хлеб делали из муки 3-го класса, но подобное редко встречалось. Именно поэтому советский хлеб и хранился так долго, плюс у него были замечательные вкусовые качества. А вот современная мучная продукция начинает портиться примерно через двое суток, и это в лучшем случае. И конечно же ухудшилось качество других составляющих, которые содержит хлеб, а именно дрожжей и даже самой обыкновенной воды, которые сейчас активно используют на производстве. К тому же сейчас практически всегда в хлеб добавляют различные разрыхлители, которые хлеб делают пористым, а это приводит к потере массы продукции. Еще он позволяет существенно удешевить производство, но при этом существенно сокращает максимально возможный срок хранения хлеба. О вкусовых качествах продукта здесь можно даже не говорить. Справедливости ради стоит добавить, что и в наше время есть качественный и вкусный хлеб, но он будет намного дороже и не часто встречается на прилавках магазинов. Вот такие вот дела друзья, а на этом все, пока.